Добрый день! В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быков. Снова говорим о том, что нынешний уходящий, по счастью, год непростой. В первую очередь, с точки зрения медицины, коронавирус, но и не только. Коронавирус ведь подкосил, собственно говоря, многие отрасли экономики. И мы сегодня поговорим о том, как застраховать себя от всевозможных неприятностей, в первую очередь, с точки зрения медицины, с точки зрения здоровья. Все мы знаем, что есть такая вещь, как ОМС, но и в целом вообще жизнь наша нынешняя показывает то, что страховать себя надо. Видите, никто не мог подумать о том, что коронавирус год назад вообще. Никто не мог предположить, что так произойдет, а вот как выясняется, нужно страховаться от всего, даже от того, от чего еще не знаешь. Вся کی может произойти. И об этом мы сегодня поговорим у нас в гостях представители нашей известной компании Альфа Страхование ОМС. Я хочу вам представить из замечательных дам. Это Светлана Андреева, заместитель директора Тверского филиала ООО Альфа Страхование ОМС. Добрый день. Добрый день. Ее коллега замечательная Екатерина Козачук, руководитель службы страховых, представителей Тверского филиала ООО Альфа Страхование ОМС. Екатерина, добрый день. Здравствуйте. Дорогие телезрители, задавайте вопросы. Все, что вам интересно по страхованию, жизни, здоровью, чего угодно, хоть любимого слона, если он у вас есть, конечно. Замечательный дам вам обо всем расскажет, нас целый час прямого эфира, нас прямой эфир, поэтому пользуйтесь случаем, задавайте вопросы. Не всегда на сайтах все понятно прописано, есть там графа вопрос-ответ, сам я смотрел, но не все вопросы там озвучены, что называется. Поэтому 300-190, все, что интересует по страхованию, как страховаться, куда, как действует ваш полис, до какого, как он должен выглядеть, в конце концов, этот самый полис, все эти дамы расскажут. 300-190. Дамы, ну что ж, вот полис ОМС. Он изначально был бумажный, потом вроде бы пошла информация пластиковая, собственно, мы видим сюжеты федеральных телекомпаний, что пластиковая. Вот расскажите вообще, что сейчас представляет собой полис ОМС, есть ли у него срок годности, есть ли разница между бумажным и пластиковым, и правда ли вообще, что через какое-то время, говорят, вообще все эти данные уйдут в некую чип, или куда-то вообще в виртуальную систему, в облачной технологии, и вообще ни бумаги, ни пластика не понадобится, чтобы придя в поликлинику сказать, здравствуйте, у меня насморк, вылечите меня, пожалуйста, за счет страхования. Ну давайте так, Роман, далеко мы забегать не будем, мы живем в сегодняшнем реале, как вы говорили, еще год назад мы даже не могли предположить, что будет коронавирус, и какая ситуация сейчас возникла. О том, будет ли это зачипировано где-то или еще что-то, как-то, поживем, увидим. Пока еще рано об этом говорить. На сегодняшний день, да, мы с вами... Речи не идет, вот важный момент. Абсолютно, пока нет, да. На сегодняшний день мы с вами, чтобы получить услуги в системе обязательного медицинского страхования, обязаны предъявить полис обязательного медицинского страхования, который есть у каждого гражданина Российской Федерации, в том числе у некоторой категории граждан. Я немножко покажу далее об иностранцах, да, речь идет о иностранных гражданах. Действительно, полис имеется в двух видах, да, он оформлялся ранее до 2015 года, и многие задают нам тоже, в том числе, на горячей линии на нашей, у нас на контакт-центр, действующими ли они являются. До 2015 года пластиковые полисы, и сейчас возобновилась эта услуга, и также формат бумажных бланков. То есть все эти полисы являются, кто получил ранее, кто получает сейчас, являются действующими. Выдаются они с 2011 года, полисы единого образца в формате бумаги, пластиковой формы. Что важно знать по поводу срока действия? Для граждан Российской Федерации выданный полис является бессрочным, то есть он не имеет срока действия, он не имеет привязки к статусу работающий, безработный, не имеет привязки к работодателю, как это было ранее, да. То есть был такой период. С 2011 года граждане получают полис, выбирая страховую компанию свободным путем, и, соответственно, с этим полисом обращаются в лечебные учреждения. Для иностранных граждан есть определенные ограничения, они прописаны законом, правилами импсоциативного страхования. Иностранные граждане могут получить полис в том случае, если они проживают на территории Российской Федерации, имеют дополнительный документ, разрешение на временное проживание, вид на жительство, или они являются членами Евразийского Союза и имеют трудовые договора на нашей территории, то есть они являются работающими гражданами по определенным позициям. В этом случае они получают полис также в наших страховых компаниях и обслуживаются в системе обязательства медицинского страхования, только их полис является небессрочным. Он имеет определение срок действия, на год календарный выдается. То есть до 31 декабря текущего года граждане, получившие иностранные, имеющие положение, получившие полисы, обслуживаются в париклиниках. В последующем, если у них документы не меняются или они, соответственно, меняются, неважно, им продлевается полис, выдается новый полис на следующий календарный год. И вот как раз сейчас идет этот активный период ноября-декабря, с ноября выдаются полисы для иностранных граждан на следующий календарный год. И вот эти граждане сейчас активно к нам обращаются за получением на 21 год полиса, оформлением его. То есть на каждый календарный год выдается полис для иностранных граждан. Почему это сделано? По всей видимости, потому что есть изменения в документах у данных граждан, есть миграции достаточно большие. И поэтому вот система так предусмотрена, что для них имеется вот такое полномерное повторение этих полисов, если есть основания. Для российских граждан, еще раз подчеркиваю, полисы бессрочные. То есть вот эта бумажка, которую выдали, пока не истреплется, допустим, ну или не потеряет, вот все, не нужно как паспорт менять там раз в пять лет и так далее. Нет, значит, да, полисы имеют такой момент ветшать, то есть затирается, да, многие граждане его складывают, в паспорт вкладывают, да, и вследствие этого получаются заломы, загибы, сгибы на местах сгибов. И затираются цифры, буквы, символы, да, идентификации. В этом случае, что предусмотрено, опять же, законом, да, граждане, имеющие на руках ветшающий полис, потому что, особенно, кто получал в 11-м году, ну, прошло почти 9 лет, да, почти 10, они могут обратиться в страховую компанию, получить новый дубликат, обращаются по переоформлению полиса, но это в обязательном порядке уже идет, да, потому что, когда меняется фамилия у граждан, женщина выходит замуж, или дети меняют фамилии, такие моменты бывают, от общества меняют, тоже такие моменты есть. Имена меняют. Да, в этом случае переоформление полиса происходит на новые документы, устряющие личность, и, соответственно, изготавливается новый бланк. В случае, вот, если человек потерял или он стал ветхим, как мы говорим, ветхим, непригодным, да, в случае вот заломов, загибов, то тоже, также в страховую компанию обращаются граждане и получают новый дубликат полиса, если даже изменения происходили. А у нас телефонный звоночек. Здравствуйте, слушаю вас. Эх. Сорвался. Вот, страховаться надо граждане, в том числе от срывов. У меня такой вопрос, а какой дают, если бумажный обвитшал и так далее, карточку или такой бумажный? К счастью, к счастью, вот буквально недавно у нас изменения произошли. Мы имеем право выдать формат и пластикового полиса на сегодняшний день, вот, потому что более пяти лет мы это, к сожалению, возможности не имели. То есть выбор существует, на сегодняшний момент гражданин может заявить свой выбор, и мы изготовим его или формат бумажный, или пластиковый. Но при всем при этом, предыдущие ранее выданные полисы, они имеют свою силу, все, соответственно, все остается бежать, переводавать, переполучать не нужно. То есть поиск действующий... В какой были клинике, самое главное, не имеют права отказать? Однозначно. Это очень важно, да. Они считают о том, что помимо прав еще есть обязанности, что эту информацию по изменениям они должны тоже донести в страховую компанию. Потому что полис выдавался, например, в 2011 году или в 2012, а в 2017-2018 произошел юбилей 45 лет, получил новый документ, новая, соответственно, серия паспорта. И это надо информацию внести. Почему? Так это, наверное, значимо и важно, потому что мы с вами получаем помощь в лечебных учреждениях. Она для нас, в системе умод, бесплатна для населения. Но по факту это финансирование, которое оказывается в лечебные учреждения заказаны услуги. И это финансирование достаточно емкое, большое, денежное. Поэтому страховая компания оплачивает эти случаи лечения или услуги, которые были оказаны в поликлинике. И так важно. Почему в поликлиниках у нас с вами тоже при приеме требуют удостоверяющий документ личности, а мы подаем сегодняшний актуальный документ личности и полис, прежде чем записаться, получить статталон на дальнейшие услуги. Поэтому очень хочется сказать, чтобы граждане об этих обязанностях также не забывали и уведомляли свои страховые компании по этим изменениям. Обязанность, кстати, хочу сказать, за изменения, которые происходят у детей, они тоже происходят, и новые свидетельства о рождении, получают дубликаты, теряются, меняются, как мы говорили ранее, фамилии. До совершеннолетия законные представители отец и мать или лица, опекающие ребенка, эту информацию подают они за ребенка, безусловно. Светлана, а у нас у моих коллег обязанность выпустить рекламу, обязанность преподать другую информацию, в том числе коммерческую информацию. Три минуты не переключаясь, говорим сегодня о страховании. Мы снова в прямом эфире, программа «Тема дня». Мы сегодня говорим о страховании, и в гостях у нас представители общества с ограниченной ответственностью, это Тверской филиал «Альфа-страхование ОМС». Дамы, сейчас у нас показывает у него коллеги телефонный звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Я сам из города Вери. Хотел бы узнать, прочитал информацию на Тверграде о том, что Спасские ворота перестали функционировать, а у меня как раз там страховка. Куда мне обращаться, чтобы перестраховаться, или что с ними случилось? Ну, понятие, да, Светлана Евгеньевна? Да, мы вас услышали, сейчас ответим. Спасибо вам, звонок. Да, на сегодняшний момент есть такие серьезные изменения в нашем регионе, и не только в нашем регионе. Банк России 10 декабря отозвал лицензию страховой группы «Спасские ворота М», которая представлена по всей России, в том числе в нашем регионе. То есть с 11 декабря данная страховая компания не работает в сфере обязательного медицинского страхования, и, соответственно, граждане, застрахованные ранее в этой страховой компании «Спасские ворота М», должны и обязаны, и имеют право уже с 11 декабря переизбрать, так сказать, или выбрать новую страховую компанию из тех, которые работают на территории региона. Соответственно, в этом случае что нужно сделать? Подойти с существующим полисом, застрахованному лицу «Спасских ворот» ранее, с паспортом, со СНИЛСом. Если мы говорим о ребенке, то, потому что до совершеннолетия, я уже говорила ранее, законные представители или отец-мать, или, соответственно, его опекуны, ну и прочее, то в этом случае подходит со свидетельством о рождении ребенка или с паспортом, если ребенку уже исполнилось 14 лет, если 14 лет, то обязательно еще и СНИЛС, и со своим паспортом законные представители приходят, и происходит это переоформление. Если банк в хорошем состоянии, то на существующем планке ставится вторая запись, отметочка под предыдущие «Спасские ворота», и подаются данные в регистр нашей области, в территориальный фонд, где эта информация зафиксирована. И все, и, соответственно, и полис становится опять равноценным, скажем так, и оказываются полные медицинские услуги. Это право у граждан свободного выбора существует два месяца. То есть вот сейчас, с 11 декабря, уже, соответственно, эта возможность у всех есть. Для того, чтобы обратиться в страховую компанию, надо, наверное, в первую очередь, чтобы я бы рекомендовала, обратиться на сайт страховой компании, посмотреть перечень представительств, где пункты выдачи такие существуют, в альфа-страховании, обращаясь на сайт альфа-страховании ОМС, есть перечень также пунктов выдачи полисов. У нас очень много по городу Твери представительств. Они находятся и в поликлиниках, и на проспекте Чайковского, дом 2. Это рядом с лазурным рестораном соседствующие здания. По области очень большое количество. Поэтому, поскольку поле «Спасских ворот» тоже было во всей области представлено, конечно, застрахован, надо поинтересоваться на той территории или в том районе, какие представительства, по каким адресам они расположены. Еще раз подчеркиваю, альфа-страховании ОМС, наш сайт, зайти на раздел «Пункты выдачи полисов», там есть, соответственно, полный адрес, улица, дом, и есть контактный телефон на школу-центра, который работает круглосуточно, куда звонок бесплатен, любого застрахованного, в том числе и вновь, так сказать, появляющихся. 8800-3510-01, где вам все пояснят, разъяснят, и подскажут, и направят, и как подойти. Про документы я уже сказала, да, и вот эта новость пришла для нас тоже так же, 11 декабря для страховых компаний, и ситуация такова. На территории теперь у нас работать будет 5 страховых компаний, а не 6, как это ранее было. Ну, вот так вот, опять-таки. Да, под конец года. Да, это будет, наверное, какой-то период некоторой разволнованности у людей, потому что, опять же, вот как мы говорили, сейчас непростые времена, у нас период инфекционных заболеваний, и не самого лучшего, это вот COVID, да, как мы говорим, а учитывая то, что все-таки в системе ОМС данное заболевание лечится только по полису, по полису, к сожалению, к счастью, наверное, и потому что других вариантов-то, в общем-то, и нет, и с врачами, как бы, ситуация сейчас, да, все мы тоже люди, все болеем, и поэтому сложности есть. И в преддверии Нового года, опять же, учитывая, что сейчас впереди долгие праздники январские, хотелось бы, конечно, подсказать людям, не затягивать эти процессы, и вот пока этот период уже наступил с 11 декабря, и сейчас в декабре, и в январе активно этим вопросом заняться. То есть как в этом случае нужно определить, если у вас бумажный полис, то повернуть оборот полиса, не там, где ваша фамилия, имя, отчество, дата рождения, и, соответственно, тот самый 16-значный номер ЕНП, которого у каждого не повторим, да, а именно оборот полиса. И посмотреть, наоборот, если стоит печать той самой страховой компании «Спаски ворота», ЭМО, о которой мы говорим, соответственно, вам надо переизбрать страховую компанию. Как я уже сказала, по определенному принципу позвонить, поинтересоваться часами работы и более конкретно с адресом. Подойти, сделают отметочку, если полис стал ветхим, как вот мы говорили ранее, там затерся, еще что-то, то, соответственно, выдадут новый полис, придет новый чистенький бланк или пластиковый полис, если выбор осуществляется в форме другой. Хотелось эти изменения не сказать, но, видите, звонок даже нас переделал, потому что люди волнуются, на самом деле. Информация действительно публична, данная информация выложена на сайте нашего территориального фонда Тверской области об этих изменениях, которые произошли. Эта информация вышла, как вот уже сказал, обратившись к нам на сегодняшнюю передачу на Твериград. Есть статья опубликована, поэтому да, это так. И просто надо принять это все к сведению и действовать. Ну что ж, а если говорить в целом об изменениях, вот кроме вот этих произошедших, вместо шести осталось пять компаний. Скажите, если касаемо того самого области, вообще в целом страхования ОМС, какие-то изменения произошли в последнее время? Ну, я бы сказала, вот, если мы говорим об изменениях, что стало всем непросто, и мы все знаем, вот, как я уже говорила, что врачи тоже люди, мы болеем, и осложненности идут и в самих лечебных учреждениях, и мы пациенты. Но, тем не менее, вот для этого существуют страховые представители, страховые компании, службы страховых представителей, которые нивелируют вопросы, помогают, сопровождают в тех сложных моментах, которые вот сейчас, в непростые времена, наступают. Хотела бы Катерине Игоревне передать слово. Сейчас, Екатерина, обязательно я ей дам слово, после того, как дам слово телезрителю, у нас снова звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно я поговорю с Катериной Игоревной? Я слышала, что она сейчас... Да? Вот моей маме 70 лет. Может ли она сделать прививку от гриппа по полису ОМС? Спасибо за звонок, он понятен. Прививку от гриппа можно сделать в поликлинике. Для этого необходимо взять паспорт, полис, обратиться туда, и вам ее сделают. Прививка от гриппа проводится в поликлиниках города Твери и Тверской области. В условиях пандемии не отменена. А без полиса? Обязательно при обращении в поликлинику. А, в любое. То есть та же история, как... Да, да, да. За страхованную лицу надо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Ну что ж, будем надеяться, что люди проявят сознательность и пойдут прививаться, потому что врачи уже агитируют за это, что нужно. Роман, вы знаете, я вам хочу сказать, у вас был такой вопрос, какие вот изменения. Наверное, я расскажу не про законы, что именно в законодательстве изменилось, а изменилась сама ситуация. Своё как бы и обращение, вот начало нашего разговора вы начали с того, что мы живем сейчас в условиях пандемии. Количество звонков невероятно возросло. Люди звонят на телефон горячей линии с различными вопросами. То есть есть какая-то такая паника, но наши специалисты, страховые представители, о которых я немножко попозже о них расскажу, стараются успокоить их, дать правильную консультацию. Какие вопросы? Проводится ли сейчас диспансеризация взрослого населения? Проводится ли сейчас профилактический осмотр? Сразу могу сказать, нет, сейчас приостановлено. Понятно, почему объяснять не надо, чтобы не заражать людей, чтобы вот этот вот пик немножко отодвинуть. Следующий вопрос. Я обратился к врачу-терапевту, а в поликлинике мне нужен узкий специалист, отсутствует узкий специалист. Что мне делать? Я не получу в этом случае помощь? Нет. Есть понятие маршрутизации. То есть врач-терапевт должен перенаправить другую медицинскую организацию. Вопросы какого еще характера? У меня хронические заболевания. Я стою на диспансерном наблюдении. Что мне делать? Если диспансеризация и профосмотр отменены, значит, я оставлен на плаву как-то. Нет. Диспансерное наблюдение сохраняется. Врачи смотрят за этими пациентами. Очень много вопросов. Вот то, что Светлана Евгеньевна акцентирует свое внимание. Я всегда говорю своим застрахованным, что к полису надо относиться как к паспорту. Полис – это такой же официальный документ. Потому что, обращаясь в поликлинику или, допустим, в больницу за медицинской помощью, по закону у вас все равно попросят этот документ. Звонки какого характера? Я нахожусь в другом регионе. У меня полис Тверского филиала. Получу ли я помощь? Отвечаю своим застрахованным, что полис обязательного медицинского страхования действителен на всей территории Российской Федерации. Мы стараемся… Ну, во-первых, все звонки отрабатываются в 100%. Но мы стараемся не бросить своего застрахованного. Вот мы проконсультировали, и все, на этом помощь закончена. Если я вижу, что можно еще что-то сделать, и на всех этапах оказания медицинской помощи оказать застрахованную свое содействие, конечно, мы этим занимаемся. Вот про территорию, сейчас Екатерина Игоревна уже говорила, ситуацию, что мы помогаем даже, когда наши граждане уезжают за пределы отдыхать, в гости поехали, в командировку, и случится какой-то тот экстренный случай, о чем речь, что мы сопровождаем даже на других территориях. А, России? Да, Екатерина Игоревна потом расскажет вам буквально пару примеров. Значит, в любом случае, поэтому важно знать тот самый телефон горячей линии, о котором я говорила, 8803-51001, если выстрахованы в Альфа-страховании УМС, и обращаться на этот контактный центр, где страховые представители фиксируют все эти обращения, идет аудиозапись звонков, они отрабатываются, обязательно, чтобы в вечернее ночное время обращайтесь к нам, для того, чтобы нам довести это дело, соответственно, до завершения. Светлана, а у нас аудиозапись звонков не ведется, мы их слушаем. У нас очередной звонок. Здравствуйте. Слушаем вас. Алло. Да, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я вот пользуюсь, хоть и редко, путевками на поездку в санаторий, вот, а сейчас вот нельзя проходить, ну, я не знаю, в больнице можно или нельзя, каждый год нужно приносить справку. Справку какого характера просит у вас? Ну, куда меня направляют там отдыхать, по какому, в каком состоянии, там, по сердцу, по вот такой справку, в соцзащиту мы каждый год приносим. Наверное, направление. Наверное, о направлении, наверное, речь идет, да? Ну, да, направление. Которое вы получаете в поликлинике? Да, да, да. А сейчас вот как это, можно пройти или сейчас не дает? Вам необходимо в этом случае обратиться к заведующей поликлинике, она решит этот вопрос, потому что вопрос распределения направления, выдачи путевок не относится к деятельности страховой компании. Компетенция не наша. Но если вам нужна все-таки более такая подробная консультация, вы можете обратиться на телефон горячей линии нашей 8 800 3 5 10 0 1. Я руководитель службы страховых представителей. Мы с вами более детально обсудим и найдем какое-то решение. Обращайтесь, пожалуйста. Хорошо, спасибо большое. И вам спасибо за звонок. Касаемо территориальности и экстерриториальности, то есть Россия. Да. А если человек поехал, у нас все-таки союзное государство, вроде как, в Белоруссию, в Минск? Это уже не система обязательного медицинского страхования. Здесь финансирование не покрывается, там уже ДМС пользуется. Хотя у нас вроде союз, но все-таки Белоруссия это уже какая-никакая за границей. Дело в том, что это же не страховки, которые мы покупаем. Просто чтобы людям знать, многие есть в Белоруссии отдыхать. Абхазия, та же история. Южная Осетия, та же история. Северная Осетия, это Россия, а Южная нет. То же люди просто ездят, особенно учитывая, что у нас с Осетией, Северной и Южной, русскими ездят. Все, что все территории Российской Федерации. Да, именно строго в границах по Атласу. Это важный момент, потому что, я еще раз говорю, Белоруссию часто ездят, и как за границу не воспринимают. Ну, думают, союзное государство, вроде бы, какая разница, там границы нет. Уже не совсем, да. Да. Хотела бы еще вот по поводу территории, по поводу миграции сделать какие акценты. То есть мы говорим о том, что до наших застрахованные лица нашего региона уезжают в какой-то другой регион, как я уже говорила ранее, наступает какой-то экстренный случай, когда отказывают в других больницах того региона, или не могут получить ту самую экстренную помощь, что обращаться на 80 суток. А теперь хочется затронуть тему, когда к нам приезжают с других регионов. А их тоже немало. К нам приезжает очень много с Мурманск, с Краснодара и с других регионов на постоянное место жительства. Мы сейчас говорим не о таких вот поездках, как вот мы поехали куда-то в командировку. Да, они к нам все лето приезжают. Да, да. Мы говорим сейчас о проживании. То есть это... Переезд. Не временное, а на постоянное место жительства, да, с покупкой квартиры, с регистрацией. То есть, соответственно, это прикрепление к поликлиникам, к нашим. И вот здесь многие забывают, купив квартиру в нашем регионе и получая даже медицинскую помощь, прикрепляются, забывают, что полис у них получен в другом регионе, например, в Краснодаре или в Мурманске. Ну, я просто абстрактно говорю. О, вот это 6 человек приходит, Мурманчанин бывший, поликлинику. Наши лечебные учреждения пользуются точно так же регистрами нашей Тверской области. И получается финансирование, которое, соответственно, идет в заказные услуги, они видят, кто в нашем регистре Тверской области застрахован нашего Тверского региона. Когда человек приехал из другого региона, здесь проживает, прописался там, неважно, просто собственно скупил, здесь обращается в лечебные учреждения, а полис Краснодарского филиала, Его, соответственно, в нашем регистре нет. Он получил его в 2011-2012 году там. По экстренности он получать помощь, безусловно, может и обязан. А вот если наступает тот самый период оказания плановой помощи, то ему необходимо прикрепиться к нашему региону. Как это происходит? Опять же, в страховой компании обращаются. В страховой компании. И опять же делается вторая запись, первичный, с Краснодарского филиала или с Мурманского филиала, какой-то страховой компании, о том, что человек переехал. Это смена переезда в другой регион в связи с изменением места жительства. Смена прописки, говоря советским языком. Ну, как раньше, да. Но теперь можно не обязательно прописаться, можно купить просто собственность квартиру. Прописаться не обязательно. И в этом случае прикрепление идет к нашему региону. Все, и в лечебных учреждениях наши медики будут видеть, что это наш пациент, наш застрахованный. Ему плановая помощь будет оказываться в полном объеме. Скажите, дамы, а вот вообще ваша фирма давно работает в Верхнем Волжье? В Тверской области мы работаем более 10 лет. Компания крупнейшая, федеральная. Мы работаем на территории Российской Федерации более 25 лет. Компания признана в числе лучших. Мы входим в топовую четверку по численности по Российской Федерации, 40 с лишним компаний. То есть компания с устойчивым финансовым капиталом. Светлана, я вас снова уже перебить. Мы сегодня входим в топ по звонкам. Это хорошо. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте, хочу задать вопрос. Хочу первично застраховаться вашей компанией. Какие документы нужны и где их оформить? Спасибо вам большое. Если вы житель Твери, то вы можете обратиться в любой пункт выдачи полисов, который на сайте озвучен по Твери, соответственно, с паспортом, со СНИЛСом. Если вы житель районов нашей области, то, соответственно, рекомендую обратиться на наш сайт или позвонить по горячей линии 8800, где вас наши страховые представители проконсультируют. Есть ли в данном районе наше представительство, где его адрес и ближайшие возможные перемещения, удобные для вас по городу Твери, если мы говорим, потому что представительств немало. А может, у человека есть семья, Светлана Евгеньевна? Пожалуйста, все семьи могут прийти, в этом случае, если они не оформляют полисов. А обязательно все семьи приходить или как? Я уже говорила ранее, законные представители детей до 18-летия родители, поэтому в этом случае присутствие ребенка не обязательно. А присутствие жены? Да, если жена оформляет полис личный или по доверенности. Присутствие родителей, то бишь бабушки, дедушки, условно говоря. Там уже тоже личное присутствие, либо, соответственно, по доверенности. Доверенность не нотариальная, в этом случае у нас в наших представительствах есть определенные бланки, уже заготовленные форматы, можно обратиться на... То есть к вам прийти, взять доверенность, вернуться домой? Нет, 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 можно ее, соответственно, просто получить методом посыла на электронную почту. То есть сейчас, понимаете, 21 век, да, надо к этому привыкать. То есть это формат, можно написать просто, собственно, ручно. Я уже привык вас перебивать, извините, у нас снова телефонный звонок. Вот такой новый формат общения, да. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я звоню по вопросу получения квоты на КТ. Вот знаете, у меня бабушка раньше по состоянию здоровья у терапевта получала направление на КТ. Сейчас в поликлинике не дают направление и говорят, что нет. Подскажите, куда мне обращаться с таким вопросом? Я поняла вас. Спасибо. Сложный вопрос, часто его задают по телефону горячей линии. Я хочу сказать, что квотами страховая компания тоже не занимается. Но я могу помочь, в данном случае, вот обратившемуся, куда она должна позвонить, как урегулировать вопрос. Я тоже советую позвонить по телефону, вот как предыдущий звонок, да, был 8 800 3 5 10 0 1. Еще раз не спеша человеку записывать хочется. 8 800 3 5 10 0 1. И я помогу разобраться в этой ситуации. То есть направить правильно человека, чтобы он не терял свое время. Звоните обязательно. Вот видите, какие удивительные дамы работают в компании Альфа Страхование ОМС. Казалось бы, не ее епархия. Мог бы сказать, извините, это не мое. А вот звоните, и вам все равно вас направят. Вам помогут. Поэтому звоните, не стесняйтесь. Скажите, мы немножко не закончили, касаемо, насколько давно работали. Просто, знаете, интересная такая вот топовая, как сейчас модно говорить, компания. Всего лишь 10 лет назад пришла в Тверской регион. Вот вы, если подводя вот эти итоги, вот юбилея работы в Тверской области, успешно, то есть по сравнению с конкурентами, клиенты к вам потянули, что называется? Ну, мы говорим о том, что вот клиенты, как мы можем оценить, да, клиентуру, как она к нам тянется, это, наверное, как раз... Темпы роста. Да, безусловно, в численности, да, мы говорим о том, что мы в топовой тройке Тверского региона, опять же, по численностям, если говорим. Если мы говорим о работе службы страховых представителей, она давно, уже с 13-го года у нас признана в числе лучших по нашему региону. Это как раз-таки вот служба Екатерины Игоревны, которая занимается тем самым сопровождением. Светлана, а вы у нас в числе лучших по количеству позвонивших. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. 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 Я хотела бы задать вопрос по возвращению денег за лекарства, которые, в общем-то, не оказалось в аптеке, но я купила их за свои деньги. Спасибо. Да, вопрос, конечно, тяжелый для всех застрахованных. Я хочу объяснить всем. В чем проблема вообще? Да. У нас есть два вида помощи. Стационарное лечение и амбулаторно-поликлиническое. При стационарном лечении пациент получает всю помощь бесплатно, начиная от постельного белья, питания, медикаментов, уколов. Это все бесплатно. Все, что касается амбулаторно-поликлинической помощи, здесь немножко по-другому. Время покупки лекарственных препаратов ложится на плечи пациента. Таков закон, который прописан даже в нашей территориальной программе госгарантий Тверской области, подписан нашим губернатором. Но есть несколько моментов. Допустим, есть льготная категория пациентов, которые получают лекарственные препараты по рецептам, которые выписывает врач. И вот каждое обращение надо рассматривать отдельно. Что? Посмотреть документы, есть ли чеки, когда было закуплено лекарство, был ли этот пациент льготным, имели льготные основания покупать эти лекарственные препараты. Что я советую своим застрахованным, ну и в принципе всем гражданам. Я советую обратиться в свою страховую компанию. При себе обязательно иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования, чеки. Какие есть договора у вас. Специалист должен поговорить с вами, посмотреть. Вы имеете право в соответствии с 59-м законом федеральным, это закон о рассмотрении обращений граждан Российской Федерации, письменно обратиться в организацию. В течение месяца вам должны ответ предоставить, уже подлежит возмещению эта сумма или нет. Очень много возмещений при стационарном лечении. Здесь, как я делала акцент, вся помощь должна быть бесплатной. Поэтому, если резюмировать, совет мой один. Возьмите все документы, обратитесь к специалисту. Все чеки. Все чеки, обязательно договора, все, что у вас есть. Купольные лекарства, которые были. Да. И обратитесь к специалисту страховой компании. Своей страховой компании. Своей страховой компании. Он вам поможет разобраться, поможет написать обращение. Если это касается нашей компании, это можно обратиться по адресу Чайковского, дом 2, вот Светлана Евгеньевна говорила. В центральной офисе наши службы находятся. Естественно, я всегда проконсультирую, помогу по этому вопросу. За 2020 год у нас рассмотрено 70 письменных обращений. Это достаточно для города Твери и Тверской области. Такой вот показатель мощный. Чем рассмотрение закончилось? Вы знаете, по-разному. Люди пишут и по качеству медицинской помощи, и по возмещению денежных средств, и по этике поведения, по многим вопросам. Так объемно сказать нельзя. Вот именно все заканчивается хорошо. Но мы стараемся помочь каждому застрахованному. И в первую очередь урегулировать вопрос между медицинской организацией и пациентом. Вот понимаете, еще не запрашивая медицинскую документацию, не проводя какие-то расследования, экспертизу качества медицинской помощи. Попытаться договорить. Вот в этом случае страховая компания является медиатором между пациентом и медицинской организацией. А если в страховой отказывают отфутболивать такого клиента, допустим? Роман, я с удовольствием скажу, что наша компания никого не отфутболивает. То есть у вас такого не бывает? У нас такого не бывает. Чеки принесли, не вы что, сами новаты. Все обращения регистрируются, все рассматриваются, установленные сроки. За конкурентов я сказать не могу. Да, это некорректно. Но у вас такого не бывает? У нас такого не бывает, и быть не может. Я очень трепетно отношусь к этому вопросу, потому что стараюсь помочь каждому обратившемуся. Но, естественно, как юрист соблюдать букву закона. Можно я немножко дополню? Конечно, нужно. Мы сейчас на этом говорили о том, как оценить клиента, ориентированность и все прочее, и расположение населения к нашей страховой компании. Если говорить, то за 2020 год, за 11 месяцев этого года, к нам поступило более 6 тысяч обращений. Это в том числе горячая линия, контакт-центр. Это личные наши посещения к нам, письменные, устные консультирования, которые страховые представители наши оказывают. Это, наверное, и есть тот самый отклик, который говорит о том, что население востребовано этой информацией. Люди хотят получать больше знаний о своих правах. И в этом направлении наша служба страховых представителей работает. А если говорить о том, насколько мы известны, скажем так, мы очень много выступаем с Екатериной Игоревной, именно с два руководителя, представляющих большие два направления в нашей компании, и на предприятиях, и в организациях, и в сообществах различных, где мы рассказываем о правах пациента, где мы рассказываем о той самой работе службы страховых представителей, о том, как помочь, куда обратиться, и по каким вопросам. И приводим примеры оказания медицинской помощи, что является таким, наверное, более красочным и понятным, как иллюстрация в детской книжке, понимаете, когда ребенок смотрит. Я вот дополню, Светлана, Гена, можно? Знаете, Роман, я считаю, что страховая компания должна повернуться лицом к своим застрахованным лицам. Вот то, что Светлана Евгеньевна сказала, мы выезжаем и выступаем, это действительно правда. Нет, наверное, такого уголка Тверской области, куда бы мы ни поехали, где бы мы ни организовали встречу, где бы мы ни донесли, что основная задача страховой компании – это не выдать полис и на этом забыть застрахованного лица. Основная задача – это защита прав, законный прав застрахованного лица, оказание ему содействия, оказание ему помощи на всех этапах медицинской помощи. Чтобы был контакт. Не зря вот этот телефон прямой, горячей линии, куда поступают звонки. Мы доступны, мы открыты. Мы ждем ваших обращений, мы помогаем, и это реально действительно действует. Как мы говорим, нет ничего там, скажем, неудобного, как вот люди некоторые стесняются, можно позвонить. Для этого страховые представители работают, те самые мини-консультанты, как говорим в системе, мини-адвокаты для наших застрахованных, которые вас всегда сориентируют о правомерности, неправомерности, о том, как лучше поступить. Ведь к нам даже поступают обращения не только с нашей страховой компанией, от наших застрахованных лиц. И с других. Да, мы даем консультации о том, что положено, не положено системе. То, что согласно территориальной программе, буква закона, да, является, скажем, доступна для всех застрахованных нашей Тверской области, потому что закон един. И даем о том, такую информацию. Если, конечно, конкретно уже говорим о каких-то обращениях, где надо вот какие-то уже проводить экспертизы качества, это, безусловно, по принадлежности страховой компании. А дать понимание вопроса, что можно как поступить в этой ситуации, как направить, мы консультируем не только... Я еще хочу сказать, мы все вот к пандемии возвращаемся. Бывает, человек звонит, просто выговорится. И зачастую страховой представитель, он дал какую-то консультацию по его небольшому вопросу. А дальше просто надо выслушать человека. Вот какой-то дать ему психологическую разрядку. И я вот лично ничего в этом не вижу страшного. Сейчас люди действительно взволнованы с ситуацией, которая у нас происходит, я бы даже сказала, не в стране, а в мире. Поэтому бывают и такие звонки, что человек просто хочет успокоиться. Я вызвал врача-терапевта, а он уже два часа не приходит на дом. И звонит вам? Да. Естественно. Не в регистратуру? Да, не в регистратуру, а в страховую компанию. И ты объясняешь, что врач-терапевт, скорее всего, придет после обеда, вам необходимо подождать, если не придет, обратитесь к нам еще раз. То есть пока мы не отработаем его обращение до конца, обращение закрыто быть не может, по сути своей. Поэтому вот сейчас вот такие звонки мы рассматриваем. То есть вы не только юристы, вы и психологи. Да, мы хорошие люди, наверное. Примерно так. А вот про институт страховых представителей я бы хотела сказать, что набирает обороты этот институт. И надо понимать, кто такой страховой представитель. Страховой представитель – это мини-адвокат застрахованного лица, который в любой момент должен встать на его защиту. И понять, что нужно и как действовать пациенту застрахованному в той или иной ситуации. У нас существует три вида страховых представителей. То есть страховой представитель первого уровня – это контакт-центр, это специалисты, которые отвечают на общие вопросы. Если страховой представитель первого уровня понимает, что застрахованному нужна более точечная помощь, он переключает на страхового представителя второго уровня. Рассматривается вопрос. Сразу ты понимаешь, как, куда звонить, с кем взаимодействовать. Ну и есть страховые представители третьего уровня. Это грамотные, опытные врачи-эксперты с высшим медицинским образованием. Значит, которые уже консультируют по медицинским вопросам. Вот знаете, Роман, как это будет необычно выглядеть, но я хотела бы показать, как это действует. То есть вот он идет звонок, вот оператор берет трубку и говорит, страховой представитель второго уровня Екатерина Казачук, добрый день, слушаю вас, как я могу к вам обращаться. В этот момент налаживается связь с застрахованным лицом. И он начинает перед тобой раскрываться. Ты внимательно записываешь информацию. И ты уже понимаешь, чем я могу помочь этому лицу. А вот страховые представители, они находятся только в центральном офисе нашего региона в Твери? Сейчас я объясню. У нас федеральный контактный центр находится в городе Туле. Вот эти страховые представители первого уровня. А все, что касается региональных представительств, вот на территории Тверской области центральный офис руководитель службы страховых представителей, я нахожусь на Чайковского, дом 2. Там сидит наш тоже врачи-эксперты, страховые представители третьего уровня. И по району в Тверской области у нас есть свои представительства, которые присутствуют в медицинских организациях. Поэтому вот эта сеть, она достаточно широкая. Я призываю людей обращаться к страховым представителям. Не решать вопросы и не бороться одному. Обратитесь, поймите, как это работает. Я думаю, что вам помогут. А как понять, где найти своего страхового представителя? А Светлана Евгеньевна уже говорила. Возьмите полис обязательного медицинского страхования. Переверните его. На обратной стороне будет стоять печать. Это принадлежность застрахованному к его страховой компании. Что там может быть? Будет вот, допустим, стоять альфа-страхование УМС. Дата выдачи полиса. Понятно, что это альфа-страхование УМС. И мы уже говорили, что в этом случае надо звонить на телефон горячей линии. 8 800 35 1001. Я знаю, что вы сейчас скажете. А нам позвонил телефон 3190. Слушаем вас. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. У меня вот такая история. Я обратился к кардиологу. Прошел все обследования. Лекарства. У меня ушло на это все 7 тысяч. Говора все есть. Как вот мне можно вернуть какие-то деньги? Спасибо за звонок. Я уже, в принципе, отвечала. Да, не буду. Но продублируюсь. Да. Совет. Обратитесь в страховую компанию к вашему страховому представителю. Переверните полис. Посмотрите, какая компания у вас. Идите в центральный офис. Обращайтесь с письменным заявлением на рассмотрение по закону месяц. Может пролонгироваться еще. Какие бумаги с собой взять? С собой возьмите обязательно паспорт. С собой, по возможности, возьмите полис обязательного медицинского страхования. Обязательно все чеки. Обязательно все договора. Все материалы, которые есть у вас по этому случаю. Обращайтесь в страховую компанию. Вот так сейчас заочно сказать на все услышания, что обязательно возместят деньги. Нельзя. Вы как юрист не можете? Не могу. И не поставлю в этом вопросе запятую. Точка будет стоять тогда, когда я посмотрю своими глазами документы. Или ваш коллега. Или коллега. Да. Или коллега. Скажите, как ваша компания помогает маломобильным гражданам, попросту говоря, инвалидам? Ну вот у нас к маломобильным категориям относятся, это безусловно, инвалиды, люди одинокие, возрастные. И есть еще у нас сектор новорожденных. Особенно мамы, которые, скажем, являются... Не может никуда вот так раз вывезти. Да, да, да. Скажем так, с ребенком нет рядом ни родственных листов, или там нет супруга. В этом случае мы выезжаем к ним для оформления полиса, если мы говорим про полис. Потому что бывают такие моменты, что люди теряют, не могут найти, особенно возрастные, маломобильные, если мы говорим. И, к сожалению, не все могут направить человека, который сопутствует, службы какой-то, чтобы это сделать по доверенности. То вот эти выезды мы организовываем. В этом случае оформляется заявочка на нашем сайте. Обращение идет к нам через сайт. И вы приедете. Да. И можно позвонить опять же на контактный центр. Как мы говорили уже, мы заявку эту зарегистрируем. И опять, соответственно, свяжемся в удобное время. А нам опять позвонили 300-190. У вас минута, чтобы ответить. Здравствуйте. Слушаю вас. Быстро, пожалуйста. Здравствуйте. Вот я нахожусь в Тверской области, а у нас лежал в больнице летом. А в соседней Дубне есть аппарат, который вот могут по полису меня положить туда. Спасибо. Дубная другая региона. Да, это другая принадлежность территориальная. Вот понимаете, сегодня поступают такие вопросы, которые бы я хотела услышать вживую, в своем кабинете. Коротко, слишком дал информацию. Позвонить в страховую компанию, позвонить мне по телефону 8 800 3 5 10 0 1, спросить Екатерину Игоревну, и я отвечу более подробно на этот вопрос. Спасибо большое. А у нас реклама. Мы снова в прямом эфире программы «Тема дня». Говорим о страховании. У нас в гостях представители компании «Альфа-страхование ОМС» Тверского филиала. Дамы, вот Тверской филиал, а где конкретно в Тверскую область? Мы говорим про Тверь, а еще люди могут прийти и страховаться. Антриаполь, Бежеск, Белый, Жарки, Западная Двина, Зубцов, Оленина, Нелидова, Конакова, Торопец, Торжок, Ржев. По-моему, я никого не забыла, что нет. Более подробно прошу всех обращать на сайт. Да, если кто-то не успел весь список услышать, звоните по телефону. 8 800 3 5 10 0 1 или на наш сайт заходите. В интернете, да. Там увидите список. Полный перечень представителей Твери и в районах, и по Твери на нашем сайте. Да, у нас эфир подходит к концу. Вот я уже слышал ваши ответы, вот эти все слова. Даже если это не наш клиент, мы ответим, мы поможем. Даже если в чем-то, он может быть неправственно. Слушайте, а вот кого берут работать в такую замечательную компанию, чтобы, какой критерий, неравнодушность самое главное? А я вам, знаете, как хочу сказать, есть такое выражение, холодная голова, горячее сердце. Вот здесь. В другую структуру берут, на набережной находятся у них здания. Нет, горячее сердце, я имею в виду, доброта, отзывчивость, желание помочь. У нас очень сильная команда, и не только служба обязательного медицинского страхования, служба страховых представителей. У нас очень сильные врачи, эксперты, экономисты. Я бы даже сюда включила водителей. А с каким образованием вообще берут? Ну, у всех по-разному. А у страховых представителей, о которых мы говорили? Они проходят специальные курсы повышения квалификации, в том числе вот и Светлана Евгеньевна, и я, и наши сотрудники. Я бы в окончании разговора пожелала всем огромного здоровья, вернее, крепкого здоровья. С наступающим Новым годом не болеть. И еще раз повторяюсь, обращайтесь к нам в Альфа-страхование УМС, наш Тверской филиал. Звоните по телефону 8 800 3 5 10 01. Мы находимся по адресу проспект Чайковского, дом 2. Центральный офис. Мы доступны, мы открыты. Мы правда такие. Но у людей сразу вопрос сейчас с коронавирусом. Может быть, тоже можно прийти как раньше, как еще год назад, живьем, что называется. Или там у вас какой-то уже режим, я не знаю. Ограничение по количеству принимаемых граждан, к примеру. Обязательно маска. Ограничения нет. У нас есть и у меня, и у Екатерины Игоревны. Даже выделены определенные дни, часы приема. Все обращения, безусловно, регистрируются. Даже если куда-то у нас поездное совещание какое-то, или мы на встречу уехали. В любом случае, есть сотрудники, которые этими вопросами также занимаются. То есть никто не останется без внимания. Но только просьба соблюдать все-таки. Маски. Несмотря на то, что сегодня мы просто, чтобы общаться и видеть друг друга, сегодня без масок, но мы сдаем тесты, вы не переживайте. Здесь у нас тоже все продумано. Часы приема. В какое время работает ваш офис? В панецентральный офис у нас работает. В Твери, который? В панецентральный. В панецентральный, да. На проспекте Чайковского, дом 2. С 9 до 18, без обеда в любое время. С понедельника по пятницу, в субботу, с 9 до 4, до 16. Тоже без обеда. А в воскресенье? В воскресенье выходной. Люди с горячим сердцем и холодным холодом отдыхают. Немножко когда-то должны отдыхать. Когда-то должны отдыхать. Я веду ежедневный прием граждан. В районах точно такой же режим работы? Нет. Это можно посмотреть на сайте. Тоже там режим работы выложен, да. В районах представительство работает с понедельника по пятницу. Центральный офис, если кто-то хочет обратиться за консультацией личным, не только по телефону Екатерине Игоревне за какими-то вопросами, то это с понедельника по пятницу, тоже в субботу. У нас как бы дежурный день, скажем так. Он без участия руководитель службы. Но скоро у нас долгожданные всей страной, но не некоторыми вредными депутатами новогодние каникулы. Как вы работаете в эти самые дни? Будем работать. Мы будем в январские дни работать. 31-го, во-первых, как? 31-го мы работаем. По вот этому графику? Покороче, на час, как у всех предварительно. То есть не до 12-ти? Нет, 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 нет. Мы такого себе позволить не можем. Другие могут позволить. А как работать до каникулах новогодних? В новогодние каникулы мы определяемся по графику лечебных учреждений. Как только Минздрав их выходы определит, мы тоже определим. Тоже будет все на сайте. Роман. Телефон можно позвонить? Можно позвонить. Да, это круглосуточная линия. В любое время. Да, 24 часа в сутки. Контактный центр круглосуточный. Роман, переходите всей нашей семьей в нашу компанию. Раз мы вам так понравились. Хорошо, тем более. Давайте я вам еще раз документы озвучу. Это право наступает с января месяца. То есть с 1 января? С 1 января. То есть тоже важный момент. Вот люди сейчас услышали, вы им понравились, а они говорят, а я застрахован там. То есть с 1 января, пожалуйста. С 1 января мы вождем на страховой кампании, возможно, 10 месяцев в году. С января по ноябрь. А вот для категории спаских ворот, вот тех истрахованных лиц, уже сейчас? Сейчас можно, да. И по районам. Пошел. Когрил Михайлович Сергеевич. Это была программа «Тема дня». Мы сегодня говорили о страховании. Не забудьте, это важная вещь. Ведь жизнь наша такова, что вот вроде думаешь, что ничего с тобой не случится, а всякое бывает, начиная с коронавируса и заканчивая элементарным переломом во время новогодних праздников. Тем не менее, вам хорошего здоровья. Спасибо большое за это. Спасибо огромное. До новых встреч. До свидания.